Сегодня в очереди на квартире по программе «Жилье КИК» стоит более 20 тысяч человек. Всего два месяца назад список был короче на 2500 претендентов. Основной наплыв желающих получить жилье пришелся на последнюю декаду декабря, когда было объявлено, что принимаются вновь заявления на участие в программе. Было официальное письмо о разрешении получения принятия документов в бумажном носителе. И в связи с тем, что в конце года у нас было вдано в эксплуатацию два объекта общей сложности 492 квартиры, был дан срок за четыре дня принять заявление, обработать и передать эти заявления как бы претендентов головному офису КИК. Теми эти занимались. За четыре дня было принято заявление от 2641 человек. По программе КИК-квартиры могут получить многодетные неполные семьи, горожане, воспитывающие детей инвалидов и другие малозащищенные граждане, а также госслужащие. Но главное условие – все они должны стоять в очереди. Так, список возглавляют те, кто вставал в очередь в 2004 году. Возникшим в конце года ажиотажем попытались воспользоваться нечистые на руку дельцы. Воспользуясь этим ажиотажем у нас некоторые, так бы сказать, предприниматели, это фактически мошенники. Они старались, как бы предлагали людям свои услуги на возмездной основе, что оказать содействие по обеспечению жилья. Было подано два заявления правоохранительного органа. Мы сегодня получили официальный ответ. Наши граждане, которые жаловались на каких-то лиц, которые оказывали им содействие. Эти же наши граждане отказались от своих первичных заявлений. Порядок в очереди все же удалось восстановить. Сегодня в казахстанскую потечную кампанию уже подан список из 50 претендентов. А к 25 января, надеются городские власти, все 492 квартиры найдут своих хозяев. Даня Архудайбергенов, Николай Иванов, Камила Сайпулина, информационная служба телекомпании ОТРАР.